всем привет мои хорошие с вами и сегодня я снимаю для вас сладкий мог банк вот такие вот штучки от идти здесь такой вот маршмеллоу сверху и печенька я взяла много не рассчитала взяла 14 штук давайте посчитаем до 14 штук не знаю удастся ли все сесть или нет мне жутко захотелось чего-то сладкого и я вспомнила что вчера в супермаркете как раз таки накупила этих штучек для мукбанка думаю ура то что на улице дождик и когда дождик мне невероятно хочется сладкий кофе какой-то не знаю сидеть смотреть какой-то сериал очень вкусно я встала утром вышла на балкон и на балконе был прям запах детства запах деревня кто-то наверное из соседей или не знаю может ресторан который рядом находится сделал костер запах дыма еще когда летом бывает дождик запах мокрого асфальта все это вот в миксе делает запах детства я обожаю когда летом дождик и вот мокрый асфальт и этот запах просто нечто я просто встала у балкона и просто смотрю на небо и у меня первая такая мысль как же прекрасна все-таки жизнь надо уметь радоваться тому что у вас есть и не переставать благодарить бога каждый день мы просыпаемся живем как вкусно я думаю что вам будет интересно сколько стоит одна такая раньше до девальвации до того как доллар подскочил я покупала эти штуки за 10 копеек но сейчас они стоят 20 некоторых больших супермаркетов 15 но я купила за 20 мне кажется недорого тем более такая вкуснятина вот эти вообще пахнут кокосом я раньше думал что я не сладкая ежка но после того как у меня появился канал я начала снимать мукбанки и люди мне начали писать что айка ты ешь много сладкого после этого я поняла что нет все таки наверное я сладкоежка смотрите какой мягкий причем печенька внизу она тоже какая-то мягкая не люблю жесткие такие знаете песочные печенье это совершенно не мое иногда пишут в комментариях что айка сними то 3 10 говорят такие блюда которые вообще не люблю поэтому к сожалению как-то так ребят очень много вопросов касательно того чтобы я прокомментировал ситуацию беларуси я не политик я сейчас скажу скажу что это не так начнется хейт вообще блогеры которые высказываются на политические темы люди которые не согласны с их мнением начинают их хейтить что вот продажно и так далее поэтому политические темы я просто предпочитаю не затрагивать это как вот доктора малышева обвиняют в том что там не знаю она какая-то продажная и так далее я так и не поняла в каком месте она продажная или мой любимый блогер точнее мама моего любимого блогера она высказалась на политическую тему и многие с ней были не согласны все начали писать вот у вас наверное купили рекламу политики а у нее подписчиков то две три тысячи господи в общем поэтому политические темы давайте не затрагивать давайте просто жрать в кайф кто переживал насчет ребенка которого так вот головой вниз держали задержали родителей изъяли ребенка допрос и мамы и папы я опубликовала у себя в истории вы наверное видели многие не понимают я вам ставлю фотографии туда надо ткнуть чтобы посмотреть это интервью я же не могу себе в ленту залить многие пишут а как посмотреть я сделала форвард к себе на страницу вам надо просто ткнуть и вы переместитесь на эту страницу оказывается в крови родителей нашли запрещенные вещества до меня только одно не доходит почему они до сих пор не удалили это видео потому что оно в свободном доступе на их странице я просто кайфую ребятам самое главное что ребенок в безопасности и все нормально отец ладно там я посмотрела интервью он что-то похож на чок до но мама производит впечатление нормального адекватного человека как она могла позволить чтобы такие видео были опубликованы в инстаграм в инстаграм я хочу Ребята, вы считали комментарии, нельзя обобщать. Если один человек такой, это не значит, что все такие. Следующий вопрос, на нем 25 лайков. Айка, что ты думаешь насчет Егора Криды и Нюши? Вопрос задает Джами18. Давайте полайкаем ей фотографии. Джами, тебе огромный привет. Я, как всегда, на стороне девушек. Я считаю, что если Нюша ушла когда-то от Егора Криды, значит, были какие-то весомые на это причины. И ее как бы немного хейтят в интернете, что вот кто сейчас Егора, кто сейчас ты. Мне кажется, она рассталась с ним не из-за каких-то меркантильных моментов, потому что если девушка имеет цель, например, выйти замуж за богатого, она изначально по ней стала встречаться с Егором, но я так думаю, по крайней мере. Егор сам говорит, что он был когда-то чрезмерно ревнивый. Возможно, из-за этого, потому что женщину тоже это достает. Я это по себе знаю. У меня у парня бывают такие, знаете, странные заморочки. Я, например, хочу снять видео с каким-то блогером, с парнем. Он против. Я хочу снять видео с собакой. Он против. Потому что хозяин этой собаки, это парень. И не дай бог, он может мне понравиться. То есть немножко такие, знаете, так скажем, чрезмерная ревнивость не приводит ни к чему хорошему. Это бред. Нужно доверять. Впервые, когда я увидела интервью Егора Крида, мне реально было такое ощущение, что я тоже участвовала в этой истории любви, потому что настолько он искренне все это рассказывал. И, если честно, я ему верю. Я не думаю, что это какой-то пиар, потому что я в интернете видела скрины, как в тот период, когда они встречались. Реально у них были фотографии с одним и тем же пейзажем. Просто на одной фотографии она, а на другой фотографии он. И он опубликовал, и она. Но в то время никто не знал Егора Крида, и никто не мог сравнить эти две фотографии. Чувствую одним местом, что я доем до конца. И это место сердца. Тоже безумно вкусно. Вот почему в сладких мукбанках я всегда беру с собой очень мало чая. Почему? Приходится теперь экономить. Вот таких много взяла, не знаю, почему даже. Они мне показались более интересными. Сейчас, думаю, надо было разноцветные брать. Если не пробовали, обязательно попробуйте. В какой стране или городе хотела бы побывать и с кем? Маша Лав 2003 задает этот вопрос. Машуль, тебе огромный привет. Насчет страны я бы очень хотела побывать в Турции с мамой. Мы планировали этим летом купить путевку и поехать. Но, к сожалению, вот эта вот тема с коронавирусом, она началась в январе. Вот как раз таки в январе мы собирались. Потом мама меня отговорила. Она сказала, что неизвестно, когда это все дело закончится. Давай не будем рисковать. И хорошо, что мы не рискнули и не купили. Окружающие говорили, да что вы паритесь. Да лето стопудово это все закончится. Максимум месяц все решится. Ну что, все лето просидели дома. Решилось что-то? Нет. Я очень хочу путешествовать с мамой, потому что моя мамочка, к сожалению, она нигде не была. И мне хочется, чтобы она повидала мир. Хотя бы вот близлежащие наши соседи, наши любимые турки. Билеты туда дешевые, потому что они наши соседушки. Путевки тоже недорогие. Тем более язык мы знаем. Вообще просто и легко все. И последний. Было нереально вкусно. Можно было даже взять еще больше. На этом все, ребятки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Пока.